всем привет друзья с вами наташа рада вас приветствовать на своем канале сегодня я вам сниму видео это видео эстафета не передала ее татьяна новикова с канала жизнь как она есть это эстафета надо приготовить блюдо национальной кухни сегодня я хочу приготовить бабку я очень детстве любила бабку нас готовилась редко потому что терли картошку вручную и бабка готовилась печки и это надо было специально не так топить печку что протопить ее отопить именно там где будут запекаться это бабка но в печке конечно она была очень вкусная такая с корочкой сочная но попробую сделать это в духовке ну и второе блюдо я хочу приготовить это уже будет постная но можно также его делать как постное и не постное это будут клетки клетки непростые мы территория раньше была здесь польши и эти клетки также готовятся в польше они называются шары клетки или серые клетки почему серый потому что после варки они приобретают такой серый цвет эти клетки готовятся только с одной картошки картошку нам надо будет тоже потереть также как и для бабки на такой же терке для картофеля но эту картошку надо будет отжать чтобы она была сухая потом с этой водички которая останется воду слить останется крахмал добавить тоже в эту картошку и из нее готовят делаем шарики и варим в горячей соленой воде подавать эти клетки можно с аж парочками с луком но в постном варианте просто лук зажарите на постном масле можно со сметаной я в детстве их очень любила у нас эти клетки продавали на развес советские времена сейчас не знаю продают их или нет но вот мне это как бы напоминает детство и бабка и клетки так что если кому интересно оставайтесь со мной сейчас вместе приготовим так я начистила картошки картошки надо много потому что будет два блюда вот для бабки на на для нас надо сало хорошо бы взять сало с прослоечкой вот такое ну и шкурку мы сало снимем чтобы она не попадалась на зубы все или сало пережариваем вместе с луком так чтобы они были хрустящие и для клеток у нас будет просто лук и масса подсолнечная это для зажарки так ну вот я поставила свой это не компайн это мясорубка но не насадки для этой для картошки это не реклама вот такая вот терочка специальная для картошки вот такими зубчиками ведь от того что я постоянно давлено немного скривилась и она неудобна тем что получается все разбрасывает фиксируется непонятно и вот здесь получается меня нет насадки чтобы когда вот ставишь чтобы она туда вышло она получается сейчас будут крутить и в разные стороны все разбрасывать поэтому надо рукой прикрывать вот еще комбайн так и не нашла мне советовали спасибо советовали но советовали мне были такие маленькие комбайны и имя быстро летят там шестеренка это все стирается у меня семья большая работать ему надо конкретных поэтому мне надо производственная машина так вот ставила все закрепила и сейчас перетрем картошку вот такой тазичек сейчас разделю наверно пополам спасать может третью часть возьму на клетки а две трети пойдет наверное на запеканку эту бабку так то из этой вот получается там для галушек вы вы выдавим воду ну вот взяла кушечек носите сито и выстелила учатся тканью можете взять марлю любую вещь которые можно использовать для того чтобы выкрутить сок еще мне писали что можно использовать соковыжималку она получается трет хорошо и как раз для клеток будет неплохо она жидкость выдавит ну а если нужны драники или бабка то можно эту жидкость обратно смешать так что тоже идея хорошая у кого нету такой терки можно использовать соковыжималку где кажется было много а выдавила я уже почти маленький такой кусочек так я взяла еще марлю все-таки марля лучше что подходит в два слоя и надо чтобы очень хорошо было выжато потому что если вы плохо выжмите во время варки они развалятся и вы просто сварите себе клейстер вот все ну полностью сухое вот такое получается сухое сухое с хорошенько так перемню формируем шарики ведь у меня крупно сильно потерто ведь такие крупные волокна желательно чтобы было в чуть помельче все-таки вот если соковыжималка будет лучше терка мне это тоже не нравится вот такие шарики если у вас плохо выжилась можете добавить еще немного крахмала картофельного вообще в идеале по рецепту это тертая картошка выжатая сок выжат крахмал который там остался добавляется в сам получается этот фарш выжатый выжимки и и все и катается просто шарики солить не надо подсолим и воду вот и делаем такие шарики вот такие клетки получились их накатала ну чтобы хорошо они между собой слеплялись якобы с одной ладони в другую вбивала их а потом прокручивала потому что ведь у меня терка такая что она крупно трет вот ведь такие куски он попадаются поэтому тяжело было слепить все сейчас поставили воду поставила кастрюлька с водой греется и будут клетки ждать когда она закипит ну а мы продолжаем готовить бабку так у нас здесь получается просто перетертая картошка нам нужен будет форма меня такой вот такая стеклянная емкость сейчас пережариваем сало вместе с луком сало шкурку снимаем режем мелким кубиком так я нарезала сало кубиком лук первым жарим сало когда сало хорошо выжарится тогда только добавляем лук иначе лук сгорит или шкварки даже могут не выжариться просто не такие будут мягкие так сковородка уже скворчит сейчас обжариваем сало покажет жарится наше стало уже закипает вода час мы ее подсолим затем стоять и подождем пока дар когда она чуть получше закипит вода нас хорошо закипела и мы кидаем туда наши клетки но не мешаем мы просто кидаем воду мешать их нельзя потому что если вы начнете мешать они развалятся готовим их до тех пор пока и не всплывут всплывут еще пару минут а готовьте и можно уже вынимать как пельмени варятся все не трогаем это время нас жарится марки варятся теперь можно добавлять лук пахнет на весь дом секрет бабки сон что чем больше она жирная тем она вкуснее поэтому этот весь жир у нее пойдет представьте что вы бежали будет драники тоже на маске или на жиру ну а это получается будет на этом же жиру только запекаться так шкварки пережарены вместе с луком и все отправляем сюда картошку так солим но не забывайте что у нас здесь соленое было сало. Солим, перчим, перемешиваем и выкладываем наш противень. Так, сейчас еще поперчим. Ну вот, посолили, поперчили, перемешали. Она такая сочная получается и выкладываем. Прям как угадала. Так. Всё! Всё ровненько у нас получилось и ставим выпекаться в духовку на 200 градусов. Пока я размешивала нашу, получается, бабку, смотрите, я не подходила к кастрюле. Вот они всплыли. Вот так они выглядят. Сейчас уменьшим немножко огонь. Вот такие клетки. Но из того, что оно натерто на крупное, они такие как ежики выглядят. Но мелкая должна быть терка. Всё-таки лучше, наверное, через соковыжималку. Всё. Сейчас они еще немножко поварятся. Но раз они уже всплыли, они готовы, они легче стали. Сейчас пережарим для них лук. Так, разогревается духовка. Я уже поставила бабку. Тут у нас клетки серые. Сейчас зажарим луком. И прямо эту зажарочку... Ну, конечно, вкуснее, чтобы ещё со шкварочками. У нас вкусный вариант. Можно и так. Прямо с водички туда. И чтобы они были вкусные. Не слипались. Так. Ну всё, у нас лучок уже дожаривается. И вынимаем наши клетки. Шумовочкой. Но они такие как... Они пушистые получились. Обычно они такие гладкие. Сейчас сосредоточу. Обычно они гладкие, они такие как ежики получились. Так. Сюда. Сейчас все повынимаю. Ну вот, газ я уже выключила. Просто выложила сюда, чтобы они... Маслицы были. И с лучком. Всё. Сейчас постоять немножко. Напитаются. И покажу, какие они внутри. Они очень вкусные. Прямо вот... Чувствую их вкус. Ну вот такие клёсочки получились. Сейчас поближе наведу. Видите, они серые. С одной картошки. Не надо ни манка, ни яйца, ни мука. Просто картошка. И они очень вкусные. Сейчас я покажу, как он выглядит в середине. Так. Вот так он выглядит. Вкусненько. Здесь у сольки мало, можете ещё подсыпать. Трошкварками солёными. Вообще обалденно. Ну, лук я не солила. А можно сейчас сверху и подсолить. Да, это тот вкус. Вкус детства. Ну, вот такая бабка получилась. Здесь поджаристая. Больше часа где-то запекалась. Вот. Сейчас мы разрежем. Покажу, какая она внутри. И попробуем. Ну, вот так она выглядит. Мягенькая. Сейчас сметану возьму. Ммм. Ммм. Нежная. Вот эти клёцки, они более резиновые. А запеканка, от того, что сок мы не выжимали. И она со шкварочками. Она получается такая мягенькая. Ммм. Очень вкусно. Ммм. Вкуснятина. Попробуйте. Приготовьте, если вы любите такие блюда из картофеля. Вот такие блюда раньше готовили наши бабушки. Ну, вот такие блюда я вам показала. Надеюсь, они вам понравятся. Попробуйте. Приготовьте. Ну, это на любителя. Кто такой любит. Девочки мои пришли и сказали, мы такое есть не будем. Ну, а я в детстве очень любила. Так как это эстафета, мне надо её кому-то передать. Поэтому передаю эту эстафету Светлане из Новополоска. Ссылка на её канал будет в описании под видео. Всё. Спасибо, что были со мной. Приятного всем аппетита. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok